всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем я оля мой канал об узорах крючком рада приветствовать как всегда новичков гостей на своем канале добро пожаловать заходите не стесняйтесь гуляйте по каналу обязательно заглядывайте в плейлисты узорчиков уже очень много и для вашего удобства не собраны небольшие коллекции под названием плейлистов надеюсь видео вам понравится вы ставите свои лайки напишите комментарий не забудьте подписаться на канал чтобы его не потерять и нажимайте на колокольчик так вы узнаете когда на канале появляются новинки а своим постоянным зрителям из разных стран разных континентов мастера мастерицы большие большие дизайнеры из разных городов спасибо вам огромное за ваши комментарии за ваши пожелания за ваши отзывы это очень очень приятно я к вам сегодня с ниточками с которым мы уже работали не один раз до узорчик будет новенький совсем несложный очень простой в копилочку ваших узорчиков а новички кто еще не видел соедините ниточки кто с ними еще не работал да смотрите называются они на к мохер деликат я показываю данную пряжу да вы можете делать образец на любой пряжи все узорчики универсальный берите свою пряжу какая у вас есть да и так смотрите данный моточек содержит 5 процентов мохера 10 процентов шерсти и 85 процентов премиального акрила дальше идем если вам понравился цвет до пряжа номер получается смотрите 1036 1036 здесь нам советуют брать крючок производители номер четыре вы смотрите свою упаковочку смотреть точно так же что есть написано здесь пишут номер четыре но смотрите мне такая плотность вязания что я данным данную пряжу вязала крючком номер три вот на рабочий лошадка и меня в принципе все устраивает поэтому смотрите на свою плотность смотрите какой вам рекомендуют производитель крючок номер и таким же непосредственно будете вязать и так еще какой момент 100 граммов здесь находится 500 метров то есть говорит о толщине ниточки вот такая вот ниточка ниточка сама по себе видите какая пушистая много таких вот ворсиночек и новички не берите сильно тоненький крючок потому что ворсинки будут цепляться и вам будет неудобно вязать берите крючок средней толщины во первых и во вторых когда будете вязать обязательно просчитывайте заранее сколько петелек сколько столбиков потому что если ошибетесь надо будет распустить а распустить будет сложно а так принципе ниточка неплохая ну что свяжем так вот наша ниточка и так сегодня по узорчику получается раппорт узорчика будет равняться 10 петелькам силу того что ниточка тоненькая крючочек тоже тоненький давайте наберем 4 раппорта и дополнительно одну петельку для того чтобы узорчик хорошо закончился и давай получается я бы набирать 41 воздушную петельку а вы набираете сколько вам необходимо сколько вам удобно и так все как всегда для начала мы делаем петельку фиксации и при наборе петелек на эту петельку не считаем а теперь 41 воздушная петелька поехали 1 2 3 вот наш будущий образец далее 3 петельки подъема 1 2 3 отсчитываем от крючка пятую петельку раз два три 4 5 накид в пятую петельку нырнули вытянули ниточку провязали по 2 петельки 2 2 точно также следующую петельку нырнули вытянули ниточку провязали по 2 петельки 2 2 это называется столбики с накидом и наша с вами задача провязать весь ряд полностью весь ряд столбиками с накидом нам этот ряд поможет дальнейшем потому что надо будет пропускать большое количество воздушных петелек а у нас на канале много новичков и чтобы они просто не запутались не отбили все желание поэтому аккуратно монотонно первый ряд всегда вяжется медленно вне зависимости от опыта мастерицы поэтому не торопитесь самое главное считайте вот если я набрала 41 воздушную петельку нужно получится 41 столбик с накидом понятно и вот эти вот первые три петельки подъема которые я вязала это имитация столбика с накидом мы его тоже считаем как столбик получается раз два три 4 5 6 7 8 9 столбиков я уже провязала вот таким вот образом провяжу до конца ряда вы тоже провязывайте и в конце ряда встречаемся договорились давайте несложно вас получится вот наш первый ряд готов ровненько аккуратненько дальше что мы делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и во второй столбик получается провязываем столбик с накидом вот такие вот у нас два столбика будут в начале каждого ряда и в конце каждого ряда назовем их кромочным идем дальше накид пропускаем три столбика раз два три в четвертый столбик ныряем вытягиваем ниточку не провязываем 1 накид 2 накид 3 вытягиваемся держим на крючке и здесь вы можете делать 3 накида 3 петельки 4 5 7 сколько вам угодно это будет пышный столбик я сделаю получается 4 и 5 чтоб уж был такой пышный затем я все провязываю вместе но не до конца оставляют две петельки на крючке теперь вместе провязала 3 петельки есть вот он пышный столбик чем больше петелек и накидов тем пышнее получается пышный столбик но тем больше при же он кушает понятно смотрите для себя как он вам будет удобней далее получается 3 воздушные петельки 1 2 3 возвращаемся сюда же в же столбик верхушку этого столбика и провязываем еще один пышный столбик накид 1 накид 2 накид 3 4 5 провязали все вместе но не до конца 2 петельки на крючке оставили перед две петельки провязали и точно также 3 воздушные петельки 1 2 3 а теперь точно также делаем 3 пышный столбик сюда же накид 1 накид 2 накид 3 4 5 все вместе провязали остались две петельки на крючке и теперь две петельки вместе провязали вот такой вот получился как бы вера чик назовем его тогда состоящий из трех пышных столбиков далее что делаем накид пропускаем три столбика 1 2 3 4 столбик провязываем обычный столбик с накидом есть а далее внимание следующий столбик будем провязывать рельефным накид вот у наш следующий столбик мы его захватываем сзади наперед будет рельефный лицевой столбик с накидом получается столбик перед крючком вытянули ниточку и провязываем смотрите-ка 1 петелька 2 2 на столбиках бы немножко опустился вниз для того чтобы сохранить высоту столбика моего немножко удлинили поняли и следующий столбик 3 будет нас просто обычным вот таким вот образом обычный рельефный обычный далее продолжаем точно так же накид пропускаем три столбика 1 2 3 и в четвертый столбик провязываем точно такой же пышный столбик накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 повторюсь вы можете делать больше накид 5 либо меньше накид и столбиков петелек провязали вместе все петельки 2 петельки на крючке теперь их провязали 3 воздушные петельки точно также второй столбик накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 накид 5 провязали зафиксировали 3 воздушные петельки и еще раз третий такой же пышный столбик 1 2 3 4 5 провязали зафиксировали пропустили три столбика раз два три четвертый столбик обычный столбик с накидом следующий получается столбик рельефный лицевой столбик с накидом 1 петелька 2 2 и следующий столбик обычный столбик с накидом поняли да то цвет как бы чередование столбики и ручки столбики и ручки столбики и ручки столбики и ручки до той длины образца которые вы связали не сложно не сложно давайте до конца ряда самостоятельно в конце ряда я вас встречаю смотрите вот наша рука первоначальная красота видите мы начинали с двух столбиков и закончили двумя столбиками назовем их кромочный идем дальше 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и второй столбик провязываем столбиком с накидом здесь не сложно далее смотрите 3 воздушные петельки 1 2 3 присоединяемся получается к центральную пышному столбику вот присоединились и провязываем столбик без накида 3 воздушные петельки и вот нас идут три столбика обычный столбик рельефный обычный провязываем начали над обычным столбиком с накидом обычный столбик с накидом а вот рельефный будьте внимательны видите он получается мы провязывали с той стороны он был лицевым мы здесь его видим как изнаночный значит мы провязываем дальше изнаночный сохраняем рельефность вот таким образом захватываем столбик столбик у нас за крючком вытягиваем ниточку и точно также будем провязывать вначале одну петельку 2 2 то есть мы немножко удлиняем столбик и третий столбик точно также обычный столбик с накидом понятно все несложно повторимся давайте 3 воздушные петельки раз два три к центральном получается пышному столбику присоединяемся беремся за верхушку и провязываем столбик без накида 3 воздушные петельки вот наши три столбика обычный рельефный обычный также их и провязываем обычный дальше рельефный получается мы сохраняем рельефность провязываем изнаночным и обычный столбик с накидом все вот такой вот второй ряд несложно несложно давайте до конца ряда самостоятельно в конце да я вас встречаю вот смотрите наш второй ряд ничего сложного далее смотрите делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и провязываем наши кромочные столбики да то есть начали в конце ряда нас по два столбика а теперь смотрите наша сами задача повторить первый ряд то есть мы будем брать за основу вот этот столбик без накида то есть точно также накид делаем первый пышный столбик 1 2 3 секундочку 45 провязали зафиксировали 3 воздушные петельки и опять сюда же 1 2 3 4 5 провязали зафиксировали 3 воздушные петельки и последний раз раз два три 4 5 провязали зафиксировали и самое главное не забывайте здесь что дальше у вас будут три столбика да вы помните что 1 и 3 обычные столбики а центральный рельеф не запутайтесь вы четко увидите видите как он выпирает это рельефный лицевой и так первый столбик провязываем обычным столбиком 2 столбик рельефно лицевой напоминаю захватываем так что на столбик перед крючком вытягиваем ниточку провязываем одна петелька 2 2 и третий столбик обычный все ничего сложного понятно то есть вы повторяете точь-в-точь самый первый ряд давайте до конца ряда еще раз самостоятельно я вас еще раз здесь встречу давайте у вас получится вот смотрите еще получается ряд с нашими вот такими красивыми и ручками и давайте еще раз повторим получается 3 петельки подъема 1 2 3 поворот следующий столбик у нас будет обычный столбик с накидом опять вспоминаем как мы провязывали сами второй ряд 3 воздушные петельки 1 2 3 присоединяемся вот к центральном получается пышному столбику столбик без накида опять 3 воздушные петельки и помним так чтобы сохранить рельефность первый последний столбик у нас обычные обычный столбик с накидом а здесь получается центральный столбик будет изнаночным рельефным изнаночным столбиком с накидом получается столбик у нас находится за крючком вытягиваем ниточку не забываем что провязываем начали одну петельку потом 2 2 удлиняем наш столбик и 3 получается столбик обычный все а дальше повторение опять 3 воздушные петельки к центральному столбику присоединяйтесь столбиком без накида то есть получается сам по себе узорчик у вас сам по себе ловчик состоит из двух рядов поняли да то есть первый ряд у вас веерочки второй ряд получается у вас просто обычные воздушные петельки опять верочки петельки веерочки петельки все вот он и есть рапорт нашего узорчика давайте вырастим наш образец на несколько рядочков чтобы посмотреть всю прелесть до узорчика посмотрим как он выглядит на изнаночке как он выглядит на лицевой стороне встречаемся через несколько рядочков смотрите вот я провязала несколько рядочков гляньте красота красота получается узорчик у нас ну я считаю что односторонний цена сторона виде как столбики выглядит а с этой стороны получается центральные столбики они такие вот рельефный но пусть небольшая так скажем но изюминка да вот такая вот красота он и ажурный да и объемных то же время и есть пышные столбики есть воздушные петельки вот конечно счет воздушных петелек видите он будет очень хорошо тянуться кофточка палантинчик кардиганчик шарфик снут красота красота летние ниточки да получается это будет что топики различные маечки возможно это будет как один из элементов различных узорчиков бывает что девчата пишут что они несколько лорчиков соединяет между собой юбочки или топики или делают кардиганчики и так далее опять же например вы связали кардиганчик может быть карманчик у вас ажурный дизайнерский это каждый подход давайте замерим набирала я 41 воздушную петельку если это же пряжа этот же крючок и та же плотность вязания допустим да то это получается у нас 19 сантиметров четко 19 а тут получается смотрите каждый веерочек да это два ряда 2 4 6 8 10 1 ряд 11 и последний 12 видите еще как очень четко закончился ряд получается ровненький да то есть если вы заканчиваете на веерочки ряд у вас может быть волнистым для какое изделие будете делать можете оставить волнисты ряд либо можете сделать ровный ряд и потом можете просто провязать столбиками то есть там где 3 воздушные петелька у меня три столбика тут получается центральный столбик до 1 столбик опять 3 воздушные петельки на 4 столбика тут эти вот столбик рельефный столбик обычный столбик тоже обычные три столбика то есть ничего сложного вообще красота давайте замерим наши 12 рядочков это получается 13 сантиметров вот за счет пышных столбиков рядочки немножко подросли вот такая вот красота неземная возможно кто-то из вас уже вязал данным узорчиком рассказывайте что вязали с каких ниточек очень будет интересно предлагайте идеи возможно что-то интересненькое в голову придет пряжа может быть конечно любая да не взять это такая же какое пока у меня так что вот такая красота надеюсь видео вам понравилось не забывайте ставить лайки обязательно подписывайтесь на канал так ставьте колокольчик нажимайте на колокольчик чтобы он никогда на канале появляются новинки делитесь друзьями с подружками сохраняйте себе в плейлисты всем ровных петелек увидимся в новых видео пока пока